Первая трагедия на тонком льду в этом сезоне уже случилась. С началом зимы и пожары в жилых домах происходят почти каждый день. Только за осенний период в Владимирской области уже зафиксировано более 600 пожаров в жилье. К сожалению, есть погибшие. Как обезопасить себя, как сохранить свой дом, все о причинах и последствиях, расскажет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области Роман Сычков. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 32-43-22. Код города 4922. Звоните, задавайте свои вопросы. Роман, давайте начнем сначала. Какова на сегодняшний день оперативная обстановка в регионе в целом? Если в целом рассматривать два риска, которые наиболее актуальны для МЧС России на сегодняшний день, это, конечно же, как вы правильно сказали, техногенные пожары и также происшествия на водных объектах. Если говорить про статистику в целом, с начала года произошло 3155 техногенных пожаров. Это на 1,5% ниже, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы имеем на сегодняшний день уже значительное превышение количества погибших людей на пожарах. То есть, этот рост составил уже больше 30%. Погибло 116 человек. Аналогичный период прошлого года был 89. То есть, такая грустная статистика, которую мы сегодня наблюдаем. По травмирам также мы видим превышение количества по отношению прошлого года тоже порядка 30%. Если анализировать происшествия на водных объектах, то их на сегодняшний день уже с начала года произошло 50%. Аналогичный период прошлого года, 44%. Также наблюдается положительная динамика по количеству происшествий на водных объектах. И по погибшим также мы наблюдаем на 2 человека больше. То есть, 47 человек мы имеем погибших на водных объектах и 45 человек было в том году. А вообще, как-то с приходом зимы картина изменилась существенно резко? С приходом зимы я бы не сказал давать оценку. Но с наступлением, допустим, осеннего периода, если его рассмотреть, мы также наблюдаем значительное количество увеличения. То есть, порядка 10% по количеству пожаров на водных объектах. Здесь картина в двух случаях также превышена. Количество происшествий, произошедших аналогичный период осеннего. Мы рассматриваем только одно происшествие. Но хотелось бы напомнить, что это происшествие было такое значимое, когда у нас на территории Гусь-Фростайного района погибло трое детей. Это был такой случай, когда такое грустное происшествие, социально неблагоприятное, так скажем, оно отразилось в памяти прошлого года. Какие причины чаще всего приводят к трагедиям на пожарах? Давайте сначала про пожары поговорим, а вот на объект оставим на второй половине передачи. Если касаемо пожаров, то, соответственно, это у нас первая причина на неосторожное обращение с огнем граждан. То есть здесь сама ответственность граждан, их поведение, курение в постели, либо правила пользования неправильно огнем, открытым огнем у себя в жилье, либо на территориях домовладения и так далее. То есть это основная причина, она составляет порядка 40%, практически половину всех пожаров, которые происходили. Следующая причина, соответственно, это нарушение правил устройства электрооборудования. Эта причина где-то порядка 30% также идет от количества произошедших пожаров. Здесь, соответственно, это неправильная эксплуатация электроприборов с нарушениями, с какими-то повреждениями, либо перегрузка электрических сетей, что также в большинстве регистрируется, что приводит к коротким замыканиям электропроводки, ну и, соответственно, возгораниям. Ну и еще причина, соответственно, это вот актуальная сейчас, которая начинает расти в осенне-зимний период, это весеннее начало, это нарушение правил эксплуатации отопительных приборов и устройств, которые имеются у граждан, в том числе печей, газовых приборов, электроприборов, обогревателей и так далее, то есть которые находятся в жилье. А остальные причины, они, так скажем, более незначительны, поэтому мы выделяем в настоящее время вот эти три основных причины по пожарам. Как мы видим из оперативной сводки, нередко происходит пожар в домах одиноко проживающих граждан в частном секторе, ну или в отдаленных населенных пунктах. Как на местах организована работа с людьми из группы риска? Кто помимо сотрудников МЧС проводит, скажем, беседы с населением? Ну на сегодняшний день, как в связи с ограничениями действующие, да, с проведением военной операции, другими еще ранее были, которые у нас уменьшено, соответственно, количество контрольно-надзорных мероприятий, которые мы проводим, и все усилили. Тем более с учетом складывающейся обстановки на территории субъекта, да, в настоящее время направлены на профилактику техногенных пожаров. Соответственно, что касается вот этой группы риска, да, которую мы обозначаем, прежде всего, это взаимодействие не только с ними через средства массовой информации, а личное посещение граждан. Мы широко в этом плане работаем с органами социальной защиты населения, значительное количество, поскольку они непосредственно, да, и с одинокопроживающими, и с многодетными семьями общаются. Буквально с июля по октябрь мы проводили акцию с органами полиции, именно также по посещению жилых домов, по посещению мест проживания социально неблагополучных граждан, а также многодетных семей. То есть работа проводилась путем общения, инструктирования, доведения до людей информации о мерах пожарной безопасности, о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, в том числе. Как обычно встречают пенсионеры сотрудников МЧС на таких визитах? Поят чаем, кормят, пирогами? Да, конечно, такое тоже бывает и предлагают. В принципе, положительное имидж сотрудника МЧС, он себя зарекомендовал, и поэтому в большинстве случаев, конечно, граждане благоприятно относятся, ко всему этому понимают, начинают также рассказывать об этом своим соседям, как бы распространять всю эту полезную информацию. Но если вот, бывает, конечно, случаи, когда агрессия вызывает посещение, но это больше, так скажем, те слои неблагополучных граждан, которые идут антиобщественного образа жизни. Вы их пугаете? Ну, мы их пугаем, наверное, да, формой, своим внешним видом, хотя, в принципе, настроены на оборот, на обеспечение безопасности, в том числе и их жилища. Частая причина пожаров, как мы уже с вами сегодня отметили, это неисправная электрика и печи. Насколько нам известно, по условиям социального контракта, семьи могут на безвозвестной основе отремонтировать или заменить оборудование. Как работает эта программа сейчас, и какие есть результаты, и главное, какую роль в этой программе играют сотрудники МЧС? Ну, хотел бы напомнить, да, что у нас постановлением губернатора области 2013 года номер 919 на территории области проводится установленная социальная помощь населению, именно которой нуждаются дополнительные поддержки по замене ветхой электропроводки и печного оборудования. То есть, в настоящее время, по нашим имеющимся данным, у нас имеется 95 случаев таких, когда граждане обращались за такой помощью, и им была она все время наказана. Здесь хотел бы еще пометить, что здесь идет помощь не только в этом направлении, а плюс еще тем гражданам, у которых произошли пожары, также осуществляются разовые эти выплаты. На сегодняшний день сумма максимальная, которая может одноразовая выплата составлять, это 77 712 рублей. То есть, в принципе, сумма, ну, так скажем, достаточно значительная. Иногда, анализируя данную работу, мы смотрим, что бывает и меньше выплаты. То есть, граждане обращаются в управление, в отделы территориальных органов социальной защиты, которые находятся на территории муниципальных образований, подают туда соответствующие заявления. Сотрудники МЧС принимают участие в качестве оценки складывающейся обстановки на территории соответствующего жилья, в квартирах, в жилых домах. После этого уже органы социальной защиты принимают решение непосредственно о компенсации ремонта данного оборудования, печей, электроприборов. То есть, работа постоянно производится. Мы это постоянно доводим до населения, что такая возможность также имеется и через органы местного самоуправления, и самостоятельно в ходе проведения профилактических мероприятий. Как Вы сами оцениваете активность населения в этом вопросе? Активность, конечно, немного низкая. В принципе, если есть такая возможность, почему бы нет это сделать. Это значительное улучшение состояния пожарной безопасности, поскольку, опять же, это основные причины электрика и печи, которые в большинстве случаев находятся в неудовлетворительном состоянии. А вот оценку неудовлетворительности Вы можете дать при посещении, допустим, при визите, сами порекомендовать заменить оборудование, или Вас так далеко в дом обычно не пускают? Ну, есть разные случаи, да, опять же, кто-то пускает, кто-то не пускает, потому что мы самостоятельно не можем проникнуть в жилище, у нас неприкосновенно. То есть, если гражданин сам разрешает, пожалуйста, мы проходим, оцениваем данное состояние. Конечно же, скажем так, в городах оно наилучшее, ну, более качественно все это сделано. В сельской местности есть довольно плачевные объекты, когда там страшно глядеть, и даже в некоторых случаях, может быть, и надо меры принимать уже гражданам. То есть, в том числе, к административной ответственности привлекать, как собственника жилищика, потому что он в первую очередь отвечает за состояние своего жилья, за состояние своего оборудования, любого, которое находится непосредственно в жилых зданиях. А какие еще меры поддержки есть для предотвращения пожара в жилье? Вот этими же социальными контрактами, которые социальные выплаты, она включает в себя в том числе установка автономных дуновых пожарных извещателей. То есть, непосредственно в ходе выполнения данной помощи, оказания по линии социальной защиты населения, в помещениях жилых устанавливаются автономные извещатели, которые в случае пожара могут его обнаружить на ранней стане и сообщить непосредственно жителям, что произошло задымление, пожар, либо возникло какое-то иное происшествие. Причем даже есть такие случаи, бывают в практике, что граждане забывают на плите какую-то пищу, пошло образование продуктов горения, выделение тепла и так далее. И автономные пожарные извещатели срабатывают и сообщают об этом тоже, что что-то не так случилось, и гражданин обращает внимание, на ранней стадии ликвидирует, либо что-то уже производит с этой ситуацией, в том числе убирает пищу с плиты, потому что иногда случаи бывают такие, что люди даже при оставлении пищи на плите могут даже задохнуться, даже от такого незначительного количества еды, которая готовится на плите. И об этом надо всем помнить и не забывать, что правила эксплуатации всего оборудования, они написаны с учетом произошедших событий, их нельзя нарушать. Давайте обратимся теперь к водным объектам. Какие причины чаще всего приводят к трагедии здесь? Если с начала года рассматривать, то, конечно же, это купание в невосстановленных местах граждан в состоянии алкогольного пьянения. Наверное, такие две наиболее значимые причины, по которым, если рассматривать больше зимний период, то это, соответственно, либо это рыбаки, которые выходят на лед, либо это дети, граждане, которые начинают исследовать водные объекты на предмет прочности льда, что, конечно, запрещено делать. Ну да, как мы уже отметили с приходом холодов, новое хобби – подлёдная рыбалка. Люди все чаще-чаще пробуют лед на прочность. У меня вопрос следующий. На каких водоемах Владимирской области больше всего выходят на лед люди в зимний период? И кто и как осуществляет контроль за их безопасностью? Водоемов, конечно, такое количество значительное. Они, в принципе, даже, скажем так, есть, конечно, которые из года в год одни и те же, но с учетом и характера глубины тех же рек, меняющихся, там и озера, осушающихся, разного процесса, происходящего с гидрологическими и водными объектами. То есть, в принципе, если так рассуждать, как наиболее значимое для города Владимир, это Содышко, конечно, водохранилище, это Улыбышевские карьеры, это Затоны. Если чуть подальше брать, Пенкино в районе, там, в районе Старого моста, то где наблюдается всегда ловля рыбаков, да, находится на этом. Нерлика в районе выезда из города, из поселка Боголюбово. То есть, вот такие места. А так, как, конечно, значительное количество, органы местного самоуправления осуществляют за ними постоянный контроль в взаимодействии с инспекторами ГИМС, в том числе и с полицией, конечно, соответственно. Определяют их каждый год, устанавливают, запоминают и проводят там соответствующие профилактические мероприятия. Это внушение, раздача листовок, я так понимаю, да? В принципе, да. Большинство, конечно, это, если это, так скажем, гражданин не нарушает. Если гражданин нарушает, то, может быть, поднимены соответствующие меры административного характера. В том числе, если это, скажем так, и место, где запрещен выход людей на лед. Вообще, какую ответственность несут люди, высушившие на лед в запрещенном месте? Ну, за эту ответственность определена в настоящее время статьей 12.2 областного закона 11 УЗ от 2003 года. В том месте, где выставлены запрещающие знаки, и гражданин выходит на лед, неважно с какой целью, может быть, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, либо от 800 до 4000 рублей. То есть, в принципе, немалая сумма, которой стоит задуматься. Но здесь дело не в штрафе, а в жизни человека больше всего, конечно же. А какая толщина льда считается безопасной для нахождения на нем людей? Ну, не знаю, там, будь то зимняя рыбалка или катание на коньках. Толщина льда определена правилами, в принципе, безопасности людей на водных объектах Владимирской области, которые утверждены постановлением губернатора 695 от 2007 года. Ну, если расценивать настоящие требования, да, то, соответственно, это 10 сантиметров лед, который должен образоваться на водоемах. Ну, здесь надо всегда помнить, что в большинстве водоемов он не бывает равномерным. Если у краев водоемов он может быть толще в середине, либо в местах, где, так скажем, впадают реки, наличие ключей, там, иных местах, он может быть совершенно тонким. И поэтому утверждать, что если вот у берега он хороший, где-то в середине реки он будет такой же, это совершенно невозможно. А так, определенная толщина льда, это именно 10 сантиметров, которые обеспечивают безопасное нахождение людей на водоеме. Соответственно, если мы берем уже переправы, там, пешие переправы, да, там, соответственно, должно уже быть не менее 15 сантиметров. Если групповое катание на коньках на водоемах в области, да, организовывается, то, соответственно, там уже 25 сантиметров. Ну, для транспорта и так далее, там уже более жесткие требования идут. То есть для каждого определенного случая нормативные документы, например, они установлены и есть, и существуют. А как проверить толщину льда? Не знаю, можно ее определить по цвету или по температуре воздуха, например? Ну, прежде всего, конечно же, опять же, я возвращаюсь к этим правилам. Запрещено категорически проверять толщину льда, топая по льду ногами, скажем так, простыми словами. Потому что это, соответственно, может привести к необратимым последствиям. Толщину льда проверяют определенные службы, да, у нас есть запрещающие в настоящее время, с учетом ледостава, требований, нормативных документов органов местного самоуправления, которые вообще в настоящее время запрещают пока, на сегодняшний день, посещение водоемов. А так, толщину льда можно проверять пешней, какими-то лыжными палками, которые, если лыжник выезжает на водоем. Если вы обнаружили, допустим, что при ударе об лед идет вода, либо снег начал водой заливаться, соответственно, лед уже является небезопасным. Нормальный цвет льда, это синий-зеленого оттенка, такого среднего, который считается лед более твердым. Если лед уже носит белый оттенок, более белый оттенок, он уже, прочность его считается в два раза где-то слабжем. Соответственно, если лед имеет оттенок желтого цвета, бурого цвета, либо там такого, скажем так, уже рыхлость, это лед, который уже не пригоден для прохода по нему. Если произошла чрезвычайная ситуация, и человек провалился под лед, как ему себя вести, если он один? Ну, прежде, конечно, всего, как бы это ни звучало, необходимо не поддаваться панике, соответственно, потому что паника является в большинстве случаев тем фактором, что человек тонет. Соответственно, надо успокоиться, необходимо прежде всего не делать резких ни в коем случае движений, барахтаться в воде, пытаться резкими движениями запрыгнуть на лед, потому что это всегда приводит к повторным провалам человека, к провалам льда в данном месте, где он упал под воду. Соответственно, необходимо всегда правило, что надо развернуться к тому месту, в том направлении, откуда вы шли. В первую очередь, раздвинуть руки, чтобы не дать дальнейшего погружения под лед человека, и развернуться в то место, то есть непосредственно, то есть в то место, где вы прошли, лед уже испробованный, он более считается толстым, потому что дальше неизвестно, что там может лед еще быть тонким, и вы никогда на него не заберетесь. На локтях подтянуться на лед по возможности. Есть рекомендованные средства для спасения, в том числе самоспасение, это веревка с грузом, которую можно выбросить на берег, это наличие определенных средств спасения, там каких-то из серии альпинистского снаряжения, которые можно зацепиться за лед, чтобы выползти. Потом далее необходимо забросить на лед одну ногу и перевернуться, вынуть уже полностью тело наружу из воды. Соответственно, в первую очередь, дальше это необходимо, как можно дальше по тому же следу, к которому вы пришли, отойти от этого места, либо отползти, в лучшем случае, и уже дальше принимать меры по удалению от этого места и обогреву или замене одежды сухой. Это уже дальнейшие обстоятельства, складывающиеся непосредственно с происшествием. А если человек провалился под лед, и рядом есть кто-то, но этот кто-то, он не спасатель? Если, конечно, он не спасатель, то прежде всего у нас были случаи, когда и пытались люди спасти, и также попадали под лед. Поэтому прежде всего это не надо близко подходить и вообще находиться на ногах рядом с местом провала человека под лед. Необходимо подползти к нему на расстоянии 3-4 метров ориентировочно. При себе, конечно, в этом случае необходимо иметь любые подручные средства, это начиная от веревки, заканчивая шарфами, досками, ветками, имеющимися рядом, чтобы человеку дать привлечь его внимание и дать возможность ухватиться за данные средства и уже помочь выбраться на берег. Соответственно, те люди, которые спасены, не надо обтирать спиртом, как многие считают, водкой разогревать, употреблять, давать им алкогольные напитки, потому что это может вызвать нервный шок и более плачевные события. Горячий чай, горячие вещи, в том числе камни, если какие-то из костра, есть какие-то теплые грелки, теплые термосы с водой, и все, то есть, что может быть оказать, согреть человека. Также не рекомендуется непосредственно сразу человека везти в бане, разогревать горячих душ, потому что это также может пагубно влиять на состояние здоровья человека. А когда, вот, через какое время надо как раз в бане, душ? Должно пройти час, полчаса, я не знаю, два часа? Ну, здесь я бы рекомендовал обратиться непосредственно уже дальше все равно к медицинским организациям, потому что все равно после провала подлета это шоковое состояние для организма, потому что резкая перемена температуры. И дальше медики уже, они оценят состояние человека и порекомендуют принять какие-то дальнейшие действия. То есть, это таких временных показателей, да, непосредственно, час-два их не существует, и надо с физического состояния человека это уже смотреть в дальнейшем. Ну, естественно, что легче предупредить, чем исправить последствия. Какая профилактическая работа ведется МЧС в данном направлении? Ну, в настоящее время, с учетом ледостава на водоемах области, у нас проводится операция «Тонкий лед». В ней участвуют как и органы местного самоуправления, так и сотрудники главного управления, государственные инспекции, в том числе по маломерным судам, органы полиции, организованы рейды по местам, кстати, возможно, да, сосредоточения как рыбаков, так и выхода людей на лед. Составляем планы работы, в том числе на выходные и дни. На эти выходные также все эти мероприятия запланированы, там принимают участие более 200-300 человек, в том числе и добровольцев, которые находятся на территории муниципальных образований. Инспекторы пожарного надзора у нас также не сидят в стороне, а, в принципе, при проведении профилактических мероприятий в области пожарной безопасности мы также смотрим, если есть какие-то нарушения, то привлекаем внимание граждан, информированных, соблюдение необходимости, соблюдение требований безопасности людей на водных объектах. Если граждане там начинают уже это, можно сообщить как и в полицию, так и в органы местного самоуправления полномоченно-должностным лицам для составления уже материалов административного характера и привлечения к ответственности граждан. Вот за это время, пока ведется эта работа с наступлением холодов, что-нибудь произошло такое, не знаю, из ряда в ООН? Ловили кого-то, кого-то наказывали, штрафовали? В принципе, сейчас штрафовать пока таких случаев я не слышал, но были уже как бы привлечены, не привлечены к ответственности, а предупреждения были объявлены. То есть были такие случаи, когда в отношении граждан предупреждали о нарушениях, которые они создают своим посещением льда в запрещенных местах. А какая работа проводят сотрудниками МЧС с детской аудиторией? Как вообще обезопасить школьников подросткового возраста и уберечь их от несчастных случаев? Работа как по линии и пожарной безопасности, так и безопасности людей на водных объектах, она постоянно, в принципе, проводится. То есть это начиная от школьных каникул, когда дети в лагерях, да, соответственно, все это требования безопасности и на водных объектах пожарной, проводим инструктажи с показателями, выступлениями пожарной, пожарных техники. Когда у нас приводятся представители ГИМС, показывают катера, которые используют, то есть показывают, обучают детей действиям в случае, когда человек находится на доеме, ему необходимо оказать какую-то помощь. Также у нас проводятся в течение года как месячники пожарной безопасности, месячники в целом безопасности, безопасности людей на водных объектах. Соответственно, эта работа осуществляется в том числе и с использованием чатов, родительских чатов, через которые распространяются необходимые исследования о мерах безопасности детей. Ну и, соответственно, сейчас в рамках безопасности детства, которая у нас проводится под эгиду полномоченного по правам ребенка на территории области в том числе, также мы это все мероприятие спланировали, у нас будет проводиться эта акция, будем в ней участвовать до февраля месяца. То есть, в принципе, комплекс мероприятий, он будет проведен довольно значительно. А вот самые ключевые события в рамках этого комплекса, этих мероприятий, что нас ожидает? Самые ключевые события, скорее всего, это, наверное, участие в школах, участие в викторины, как и в области пожарной безопасности, так и безопасности людей на водных объектах. Проведение конкурсов, проведение каких-то показательных занятий в пожарных частях, в подразделении государственной инспекции по номерным судам, просто больше практических мероприятий, они для детей, так скажем, более интересны, чем просто послушать лекцию. Вы часто приглашаете школы, показываете, устраиваете экскурсии в пожарных частях, оборудование, это обычно производит впечатление на детей, а вы никогда не подсчитывали, какой-то практический эффект это производит, в том числе меньше у нас становится, трагические события с участием детей больше? Ну, если по статистике пожара, да, у нас пока, постучав по столу, скажем так, что на уровне прошлого года на пожарах погибло так же четверо детей, как в прошлом году. По статистике на воде, в настоящее, пока наблюдается снижение, вот именно в осенне-зимний данный период. Конечно же, детям это прививает дополнительные навыки обеспечения безопасности и поведения. Многие дети начинают рассказывать своим друзьям, делиться впечатлениями, ну, то есть они совершенно заинтересованы в проведении данных таких показательных занятий, и всегда, когда класс, вот я знаю, и по своим детям, и по другим знакомым, когда предлагают посетить и как нашу пожарную часть, так и другие заведения, они всегда готовы, и только это на ура приветствуется. Наша передача подходит к своему завершению, но в конце не могу не задать вам такой вопрос. Впереди у нас Новый год, массовая закупка пиротехники и, соответственно, гуляния. Так вот, какие мероприятия сотрудники МЧС России проводят в этом направлении? Будут ли профилактические рейды, визиты, инструктажи и так далее? Да, конечно, мероприятия спланированы, то есть в соответствии с указаниями высшедающих органов МЧС России у нас до 6-го числа осуществляется формирование сейчас объектов, которые будут задействованы в проведении праздничных мероприятий, также и места продажи и реализации пиротехнических изделий. До середины декабря мы осуществляем профилактические визиты и комплекс мероприятий в виде консультирования, информирования. Соответственно, если будут являться какие-то значительные нарушения, то тоже будут направляться материалы для согласования проверок в органах прокуратуры. Так, по прошлым годам, да, у нас имеется порядка 42 площадок для запуска фейерверков и порядка 80 точек реализации пиротехнических изделий на территории области. А вот по вашему опыту, какие дни самые напряженные по работе, это вот 31-е, 1-е, 2-е, 3-е, когда больше всего работы? Ну, 31-е, он, так скажем, проходит в большинстве случаев более спокойно в дневное время, да, и все это мероприятие нагрузка ложится на ночные часы, там, начиная с 21-го часа. Наибольше, конечно, это первое число, когда происходит, все просыпаются с утра, идут в гости, и продолжение праздников, и начинаются, кто, что не использовал, фейерверки, петарды и так далее. То есть, первое число, оно так всегда будет в ночное время первого числа, и день, вечер первого числа более напряженные дни. А вот эти рейды, визиты, инструктажи, они, львиная доля, все-таки перед праздниками проходят, или вы в празднике не расслабляетесь и продолжаете наносить свои визиты и проверять в том числе и точки продажи пиротехники? У нас эти мероприятия продолжаются в течение всех праздников, поскольку, в том числе, и детские мероприятия, новогодние, они начинают где-то с второй половины декабря, да, они заканчиваются в порядке даже здесь, там, 10 января. То есть, это у нас на контроле находится, мы постоянно проводим все профилактические мероприятия, и как и живой сектор, так и вот эти объекты, на которых проводятся такие мероприятия. То есть, это в плановом порядке всегда в соответствии с разработанными планами осуществляется. Ну, и в завершении передачи я бы хотел дать вам возможность обратиться к нашим телезрителям со словами напутствия, вот, в связи с участившимися пожарами, с тем, что у нас рыбная ловля зимняя начинается, что бы вы порекомендовали нашим телезрителям? Ну, наверное, общее такое напутствие, да, это соблюдать те правила, которые установлены, прежде всего. Правила, как говорили, нам всегда написаны кровью, и поэтому они должны соблюдаться всеми гражданами. Сознательность граждан, особенно сознательность родителей, воспитания и привития навыков своим детям, наверное, залог всего хорошего, что может быть с человеком, не допустить происшествий, в том числе и в быту. Если касаться непосредственно соблюдения требований пожарной безопасности, да, так скажем, в преддвериях, в том числе и новогодних праздников, то это надежная и точная эксплуатация имеющихся электроприборов, имеющихся газовых приборов, печного оборудования, не оставлять их без присмотра, эксплуатировать только заводские серфицированные установки, которые имеются в жилье, не допускать перезагрузки, не своевременно их проверять. И в целом, я думаю, все пройдет хорошо. Благодарю, что сегодня пришли к нам. Спасибо. Наше эфирное время подошло к концу. С вами прощаюсь. Безопасных и спокойных вам выходных.